Здравствуйте, меня зовут Кристина, это Технопрогресс. Продолжаем рассказывать о соут. Сегодня на примере столярной мастерской рассмотрим, как считать рабочие места. Это видео для людей, которые только начинают разбираться в соут, поэтому мы выбрали самую простую ситуацию. В мастерской работает 15 человек. 1 директор, 4 менеджера, 4 столяра, 2 водителя и 4 сторожа. Сначала предполагаем, что у каждой штатной единицы свое рабочее место. Если сотрудники работают по сменам, то рабочие места считаются по количеству человек, которые выходят в одну смену. У нас 4 сторожа, которые работают по графику сутки через трое. Значит, в смене на рабочем месте находится только один сотрудник. На 4 сторожа приходится одно рабочее место. Получается всего 12 рабочих мест. Рабочие места водителей связаны с количеством машин. Если водителей больше, чем машин, то каждая машина считается за рабочее место, на котором по сменам работают несколько водителей. Если водителей меньше, чем машин, рабочих мест будет столько же, сколько и водителей. Машины считаются как оборудование, на котором водители работают в течение дня. В нашей мастерской у каждого водителя свой автомобиль, значит, у каждого свое рабочее место. Поэтому количество рабочих мест не поменялось. Мы подсчитали все рабочие места. Теперь посмотрим, есть ли среди них аналогичные. Аналогичные рабочие места – это рабочие места сотрудников с одинаковыми должностями и рабочими функциями. Точные признаки указаны в федеральном законе. Аналогичные места уменьшают стоимость педоценки. Эксперт будет проверять только 20% аналогичных рабочих мест, но не менее двух. В нашей мастерской на одинаковых должностях работают два водителя, четыре столяра, четыре менеджера. У водителей разные машины, поэтому их рабочие места не аналогичные. Столяры работают в одном помещении, но рабочее оборудование и инструменты у них разные. Такие рабочие места тоже не считаются аналогичными. Менеджеры работают в одном помещении за одинаковыми столами и компьютерами. И все занимаются продажами. Их рабочие места аналогичные. У нас получилось 12 рабочих мест. Для специальной оценки нужно провести исследование и измерение на 10 рабочих местах с учетом аналогичности. Теперь с этим списком можно идти в экспертную организацию и заказывать спецоценку. Ситуация была простая, но на практике могут возникать нюансы, поэтому наши эксперты всегда проверяют список мест до заключения договора. По закону, если во время спецоценки выяснится, что хоть одно из аналогичных мест выявлено неверно, оценивать придется все рабочие места. Следите, чтобы при расчете стоимости соут экспертная организация учитывала только рабочие места, на которых будут проводиться измерения. Присылайте ваше штатное расписание, и мы бесплатно сделаем правильный расчет. Ссылка на заявку под видео. В следующем видео расскажем, как проверить экспертную лабораторию. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте вопросы в комментариях.